Члены Магнитогорской общественной организации обратились к депутату Госдумы Виталию Бахметьеву с просьбой помочь им собрать гуманитарную помощь на Донбасс. Нужны теплая одежда и обувь, а также котелки для приготовления пищи. Встреча прошла в рамках депутатского приема граждан. Кроме того, среди посетителей был пенсионер из Донецкой области, который после переселения в Магнитогорск перестал получать выплаты за полученную на производстве травму. На повестке дня сбор очередной партии гуманитарной помощи на Донбасс. Материальная поддержка нужна не только мирным жителям, но и российским военнослужащим. 20 числа хотим выехать, отвезти подарки нашим военнослужащим новогодним и детям Донецкой области. По подарке, да? Да, детские подарки. Как вы видите мое участие? Ну, ребята, чем помочь? Ребята просили нашего наслужащего в Магнитогорске, просили котелки. У них сейчас полевые кухни, они есть полевые кухни, но на них опасно готовить. Не слишком светится, как бы тепло, визор видит его. Поэтому они сейчас решили готовить в котелках. Также нужны теплые вещи и обувь. Представители общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни уже не раз ездили на передовую. Привозили солдатам буржуйки, спальные мешки, квадрокоптеры и радиостанции. А на передовой с кем вы? С кем вы на передовой? С какими подразделениями? 15-й, 15-й, 15-й. Там в основном наши Магнитогорцы. Мы согласовываем, в какое место, в какой населенный пункт приезжаем. Поближе к передовой ночью встречаемся. То есть у нас там зашифровано, мы особо не рассказываем, в каком открытом эфире, где мы находимся, так как можем под обстрел попасть. Мы уже несколько раз попадали. То есть мы приезжаем, быстро успеваем разгрузиться, только уезжаем, туда прилетает. Несколько раз такое было. Поэтому мы сейчас аккуратно все это действуем. Они нам говорят, что прямо на данный момент, что нужно, мы докупаем. Там, ну, допустим, какие-то, ну, бывает по мелочам и по-крутному. Привозим, разгружаемся и быстро уезжаем. Нередко военнослужащие обращаются к Виталию Бахметьеву напрямую через соцсети. В связи с переслокацией требуется два дизельных генератора. Дизельные, да. Как бы здесь тоже бы они, а сколько, не знаю, сколько примерно стоит генератор? Ну, по-разному, от мощности зависит. До 100 тысяч машин совсем выше. Ну, слишком большие. Они не нужны, там большой-то. Да, нужно взять несколько маленьких. В ближайшее время было решено закупить все необходимое, а также собрать и отправить на Донбасс новогодние кульки детям. Лично я отправляю, я вот сегодня уже переговорил с коммерсантами, с своими друзьями, они помогают. Ну, худо-бедно, мы каждый раз формируем такой серьезный-серьезный закуп делаем. И совместно с обгонами, они определяют что, ветераны. Они говорят мне, вот надо вот это, вот это. Я приобретаю, им передаю, они довозят. Помощь требуется и тем, кто приехал из Донбасса в Магнитогорск. Алексей Евстигнеев всю жизнь отработал на производстве в Донецкой области. Травнировался, в связи с чем получал страховые выплаты на родине. После переезда в Магнитогорск в 2014 году выплаты прекратились. Это наши регионы. Но пока законодательство еще не позволяет это сделать, будем делать запросы, буду писать в Донецк, обращаться все-таки, чтобы дедушка получал компенсацию. Также сегодня обсудили несколько вопросов по переселению горожан из ветхоаварийного жилья. По словам Виталия Бахметьева, все обращения будут обязательно подробно рассмотрены в индивидуальном порядке.